Всем привет! Сегодня мы будем с моей свекровью выпекать рождественские печенья, которые называются меломакароном. Вот это их рецепт. Натираем на мелкой терке цедру апельсина. У нас уже орешки приготовленные, измельченные для посыпки на терке цедру уже. Сейчас мы будем готовить сироп. Нам нужно два стакана меда. Насыпаем туда же два стакана сахара. Наливаем два стакана воды. Ставим кастрюльку на плиту и нагреваем наш сироп. Мед и сафар должны полностью растаять. Кладем несколько кусочков гвоздики и пару небольших корочек корицы. Сироп уже закипел, образовалась пена. Пенку эту можно собрать. Как только сироп закипел, сокращаем и ждем еще три минуты. Он должен три минуты провариться на очень медленном огне. Замешиваем тесто. Нужно налить три стакана растительного масла. Насыпаем один стакан сахара. Пол стакана водки или коньяка. У нас сегодня водка. Вот как раз было пол стаканчика. Три четверти стакана апельсинового сока свежевыжатого. И кладем в него сразу же ложку с горкой соды. Сок с содой выливаем в миску для теста. Нужно отмерить девять стаканов муки. Восемь стаканов мы отмерили и девятый пока что оставляем в стакане. Мясо. В муку кладем пол ложки молотой гвоздики и пол ложки молотой корицы. Две чайные ложки разрыхлителя. И все хорошенько перемешиваем. Высыпаем муку с другими сыпучими ингредиентами в миску с жидкими ингредиентами. Приготовили последний девятый стаканчик муки. Хорошенько вымешиваем тесто и добавляем постепенно последнюю муку. Музыка. 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 От последнего стаканчика у нас осталась половинка. Тесто мы оставим, чтобы оно отдохнуло минут на 15-20. Сейчас мы будем лепить милу макароны. Лепим маленькие печеньки в виде небольших котлеток и выкладываем их на противень. Налепили мы вот таких печенюшек. Сейчас поставим их в духовку. Духовку мы разогрели на 175 градусов. И теперь ждем 15 минут. Возможно понадобится чуть-чуть больше. Прошло минут 10. Мы решили развернуть противень. Сейчас мы горячие милу макарончики кидаем в остывший сироп. Сироп должен быть остывшим, если печеньки горячие. Или наоборот, если горячий сироп, то печеньки должны быть остывшие. Потому что если будет горячее все вместе, то они очень сильно раскиснут. Аксольюно грязь. Свя кровь решила подогреть чуть-чуть. Я думаю, сильно она подогревать не будет, потому что они могут очень быстро пропитаться. На медленный огонь нужно поставить. Я на лептон. Чуть-чуть поварив, нужно сделать сироп, чтобы он был тепленький. Вот так где-то полминуты-минуту их нужно держать в сиропе. И потом выкладываем на сетку. Сейчас свя кровь будет пропитывать следующую закладку. А я буду сейчас посыпать уже выложенные на блюдо орешками. Можно их, конечно, обмакать, но мы будем сейчас посыпать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!